Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня я хотел бы вместе с вами разобраться, какие корпуса Квернулан подходят для каких почв. И так сказать, расставить все точки над И. Корпус 8 и корпус 9. Это два брата, но не совсем близнеца. Восьмой корпус предназначен для пахоты на почвах разного гранулометрического состава. То есть это могут быть и легкие почвы, и тяжелые почвы. То же самое и корпус номер 9. Мы его называем универсальный корпус. Кстати, именно 9-й корпус является самым продаваемым в странах постсоветского пространства. Именно 9-й корпус используется для глубокой пахоты до 35 см, а 8-й корпус используется для пахоты на глубину максимум до 28 см. Именно поэтому в Европе более популярный 8-й корпус. 9-й корпус отличается коротким винтовым отвалом, который обеспечивает полный оборот пласта. За счет того, что он имеет очень острую форму носа, видите, от долота через киль проходит очень острый уголок. Он имеет отличную пенетрацию как на засушливых почвах, к примеру, да, южные черноземы, да, они часто бывают очень сухие, так и имеют очень высокую абразивную устойчивость на легких почвах. К примеру, в Полесье Украины, Беларусь, да, вот такие вот почвы. Следующая группа корпусов – это так называемые корпуса с удлиненными отвалами. Почему они появились? Дело в том, что все чаще мы имеем дело с тракторами на широкой резине, 710 мм и часто шире. Именно для пахоты в борозде на такой широкой резине понадобилось расширить борозду, соответственно, да, для того, чтобы трактор во время пахоты не трамбовал уже в спаханную полосу. Мы создали корпуса номер 28, 34 и 38. Чем они отличаются? 28-й корпус, он создан, подобно 8-му корпусу, о котором мы говорили прежде, для работы на глубину до 28 см, то есть это для мелкой пахоты. Он очень, его просто обожают здесь, в Европе, поскольку работают, как правило, навесными плугами и на 99% работают все в борозде. Поэтому крайне важно иметь широкую борозду. 34-й корпус, как видите, он имеет пластиковый отвал. Пластиковый отвал идеально подходит для липких, глинистых грунтов, но ни в коем случае не абразивных и не для почв с камнями. Именно для абразивных грунтов и для каменистых почв был создан 38-й корпус, потому что 34-й, он имеет точно такую же широкую борозду, как и 28-й. 38-й же отвал, как видите, он просто огромный. Он просто огромный. Он создает достаточно широкую борозду для работы на резине 710-й. За счет того, что это цельнометаллический отвал, он идеально подходит как для работы на каменистых почвах, так и для песчаных, так и на липких, глинистых и тому подобное. Поэтому он может рассматриваться в наших широтах, на Черноземье, на песчаных грунтах, например, на Полесье том же самом или на каменистых грунтах Казахстана Восточного. Может рассматриваться как очень хорошая альтернатива хорошо известному 9-му корпусу, особенно если вы пашете в борозде. Следующее семейство, о котором нужно поговорить, это корпуса с перьевыми отвалами, так называемыми. Вы видите перед собой корпус номер 30 и корпус номер 40, который является новинкой сегодняшней агротехники 2023. 30-й корпус, он уже очень хорошо известен на тяжелых, липких почвах. Именно 30-й корпус предназначен для пахоты на очень сухих тяжелых почвах или же на очень липких тяжелых почвах. Тот же самый южный Чернозем, тот же самый степной Чернозем. 30-й корпус создает очень широкую борозду, то есть вы можете пахать на 710 резине даже без расширителя борозды. Также 30-й корпус имеет очень высокий эффект крошения. За счет чего? За счет тупого угла разворота лемеха относительно полевой доски. То есть таким образом он имеет большую лобовую проекцию и большое лобовое сопротивление во время пахоты. Таким образом происходит крошение. 40-й новый корпус, он основан на том же седле, что и корпус номер 9, что и корпус номер 38. 40-й корпус, он также состоит из перьев, он полностью повторяет форму 38-го корпуса, о котором мы с вами говорили. То есть это реально огромный длинный отвал. За счет своего переобразного отвала он создает определенный эффект крошения, но за счет того, что он более острый, он не настолько сильно крошит почву, особенно сухую, так как 30-й корпус, именно корпус номер 30, идеально подходит для черноземной зоны. Потому что черноземы, они бывают в двух состояниях. Они или очень сухие, как железобетон, или же они очень липкие и не дают нормально работать сельскохозяйственному оборудованию. 30-й корпус хорошо себя зарекомендовал в степях Украины, Молдовы, а также Казахстана и другого постсоветского пространства. Обратите внимание также, что на песчаных почвах вы также можете работать, но за счет того, что материала здесь меньше, износ его будет, скажем так, более видимым, чем, к примеру, на корпусе номер 9 или 38-м корпусе, которые имеют сплошные отвалы. Еще раз, корпус номер 9, корпус номер 38 и корпус номер 30 являются самыми оптимальными для наших с вами широт. Теперь давайте поговорим о наших лемехах и оборотных долотях. То, что вы видите перед собой, это стандартный лемех от стандартного долота. Долото оборотное, то есть, таким образом вы можете использовать его с двойным ресурсом. Оно хорошо известное, да, уже на рынке более 50 лет. Лемех, который имеет все еще засекреченную технологию закалки и формирования его. Хоть стандартный лемех, хоть стандартное оборотное долото производится у нас на нашем центральном заводе в Норвегии. Данная комбинация является идеальной для неабразивных почв в первую очередь. Для абразивных почв мы имеем специальные усиленные долотья и лемеха. Перед вами лемех XHD и усиленная долота XHD. Обратите внимание на вот эти вот вставки. Это вставки из карбида. Они, вы видите, прямо врезаны в долота. Это долота, оно не является оборотным. Но его ресурс как минимум в 5 раз выше, чем стандартного оборотного долота. Тоже самая история и с лемехом. Вы видите, он базируется на стандартном лемехе, но вот здесь добавлена специальная карбидная вставка. Обратите внимание, это не сварка, это не какое-то наплавление, да. Это реальный усиленный металл, который вплавлен, прямо вплавлен в основное тело нашего лемеха. Если вы работаете на экстремально абразивных почвах, например, на кварцевых песках или на почвах, которые имеют в себе мелкий камушек, похожий на отсев, мы рекомендуем, настоятельно рекомендуем использовать усиленные карбидные долотья или лемеха XHD+. Как вы видите, здесь с золотым цветом выделены вот эти вот карбидные вставки. Они еще толще и они еще больше, чем на предыдущей версии XHD. Кроме того, вы видите на долоте раз, два, три, четыре карбидные вставки, плюс боковая вставка, которая значительно повышает ресурс этого долота. То есть мы говорим уже в восемь раз, в восемь раз и более наш ресурс выше, чем стандартного оборотного долота. Также мы имеем киль нашего корпуса, который также оснащен карбидной вставкой, и опциональный предплужник, лемех которого имеет карбидную вставку. То есть, опять же, для экстремально абразивных почв, там, где вы реально уже замучились менять долотья, лемеха, отвалы, кили, мы настоятельно рекомендуем использовать именно их. Хоть XHD+, версию, хоть XHD-серию карбидных долотьев и лемехов, вы можете заказать хоть на заводе, то есть поставка с плугом вместе, или же через наши запчасти. На данном плуге мы рассмотрели с вами все виды корпусов от Кверналанда, которые мы имеем. Обратите внимание, что есть универсальные корпуса, есть специализированные, например, такие, как корпус номер 30, корпус номер 40, или же экстремально специализированный корпус номер 34. Поэтому лучше всего посоветуйтесь еще раз с вашим местным дилером, он, как ни на есть, знает ваш регион, встречался уже с опытом ваших соседей и непосредственно вас.